Добрый день всем! Поставьте плюсики, как слышно. Жду обратной связи. Отлично! Спасибо всем огромное! Я надеюсь, этот ролик вас не только развеселил, но и заставил задуматься о чем-то полезном. Итак, тема сегодняшней нашей встречи – «Как наладить работу и стать директором за 6 каталогов». И с вами сегодня будет на протяжении… Ну, надеюсь, в течение часа мы уложимся. С вами буду я, Лилия Донскова. У меня звание «Старший директор компании Арифлейм». И я рада вас всех приветствовать здесь на семинаре. Итак, приступим. Ребята, давайте с вами разберем первый вопрос. Вот скажите, кто такой директор в Арифлейм? Как вы это понимаете? Я приглашаю всех быть активными в чате, писать больше, потому что когда вы участвуете в семинаре и прорабатываете его, вы уходите отсюда не просто со знаниями, но уже с опытом и с определенными навыками. Если же вы слушаете семинар «Краем уха», а в это время делаете какие-нибудь рассылки в интернете, я знаю, так многие делают, я сама иногда так шалю, то, вы знаете, в одно ухо вылетает, другое вылетает. Поэтому сосредоточьтесь, да, и надеюсь, вы с этого семинара уйдете с полезными знаниями. Так, лидер, руководитель, организатор команды. А еще, ребят, давайте посмотрим, если вы хороший руководитель, организатор команды, у вас есть потрясающие качества, да, и человеческие, и для команды очень полезные, вы станете директором просто, да, вот в наборе таких качеств. Давайте глубже немножечко копнем, что же нужно сделать, чтобы стать директором компании «Арифлейм». Как стать директором? Когда вы узнаете, что вы стали директором? Да, вы можете быть предпринимателем, вы можете быть наставником потрясающим. И вдохновлять, ответственность на себя брать. Вы все говорите абсолютно верно. Так, горячо, нужно выйти на 22%, то есть организовать товарооборот с командой 7500 баллов. И тогда вы узнаете, что вы открыли квалификацию директора. Теперь у меня к вам вопрос. Да, правильно, абсолютно пишет Ирина Колесникова. 8 каталогов из 17 нужно держать этот уровень 22%, и тогда вы подтверждаете квалификацию директора. И что вы получаете, ребята, что получает директор компании «Арифлейм». Вы уже видите на слайде подсказку, то, что это премия за такое достижение, за то, что вы смогли организовать команду. И не просто один раз спонтанно в празднике кто-то бывает взлетает на такой товарооборот 7500 баллов, а потом может немножечко съехать обратно. То есть если вы 8 каталогов показываете этот уровень и даже выше, для компании это значит, что вы действительно организовали команду, вы собрали ключевую команду своих партнеров, и у вас есть большое будущее. Конечно, 1000 долларов – это приятная перспектива. Доход, ну, от 15, давайте тогда за 3 недели. Вообще доход у директора в месяц примерно 30-35 тысяч, если правильно построена команда. Если вы слушаете своих спонсоров, выполняете все рекомендации, действуете по инструкции, тогда у вас будет зарплата правильная. 15 тысяч – это неправильная зарплата директора, значит, вы немножечко неправильно выстраиваете команду, и об этом хорошо разбирается на тренингах по маркетинг-плану и построению команды. Сегодня у нас эта тема не будет затрагиваться глубоко. Что еще получает директор? Друзья, вы можете себе представить, что такое банкет директоров? Кто был на банкете, поставьте в чате пятерочки. То есть вы получаете приглашение на два лица на банкет директоров, где вы получите такое мощное признание от компании Арифлейм, какого, я не знаю, ни в одной организации, мне кажется, нет за достижение людей по карьерной лестнице. Это очень круто, это такой праздник, это такая мощь. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому вы просто обязаны стать директорами и уже в 2017 году поехать на банкет директоров, потому что это будет очень крутое мероприятие, посвященное 50-летию компании Арифлейм. Я даже не представляю, какой это будет мощный праздник. Еще что, ребят, ваши фотографии напечатают в журнале Мир Арифлейм. И вы сможете уже с этим журналом ходить, положить его к себе в сумочку и показывать своим друзьям, родственникам, людям, которые являются кандидатами, которых вы хотите пригласить в команду, вы им покажете, что вы не просто предприниматель, но что компания вас чествует на самом высоком уровне. Вы знаете, многих людей это не просто вдохновляет, а для многих мечта выйти на сцену, одеть красивое платье, но им негде это сделать, абсолютно негде. Они хотят получать признание, аплодисменты, овации, они хотят быть звездами. И такой шанс есть у каждого человека стать звездой. Потому что кто был на банкете, не даст мне соврать, что ты чувствуешь себя там так, как будто этот праздник для тебя, просто конкретно для тебя, для каждого человека. Татьяна, вы видите ровесницу Арифлейм, вам прям повезло. Вы просто обязаны поехать на банкет директоров. Теперь немножечко поговорим по цифрам. Смотрите, товарооборот можно организовывать разными способами, и вы сами выбираете свой метод работы. Но вы должны четко ставить себе цели на определенный период. Мы обычно планируем примерно на год вперед, расписываем, и потом делим все задачи по каталогам. И вы можете выбирать себе свой темп развития. Что я рекомендую делать? Первое – это попробовать вообще взять свои, как это называется, свои мерки, свою статистику. Как быстро, да, вот что вы успеваете сделать за один каталог. Какой объем работы, сколько вам по силам, и можете ли вы еще больше делать. Запись, да, я делаю, надеюсь, получится. Вот, то есть, если вы посмотрите первый, второй каталог, сколько у вас получается, ваша задача – собрать ключевую команду. То есть, если говорить о команде директоров, например, чтобы стать директором, выйти на уровень 22%, то вам нужно, чтобы в вашей команде было примерно 20 ключевых партнеров. Ребята, кто такой ключевой партнер? Давайте об этом тоже поговорим. Как вы понимаете, кто такой ключевой партнер? Жду от вас тоже в чате сообщений. Вот. И многие новички, когда ставят себе цель, в первую очередь должны смотреть в план успеха и в табличку роста. Иногда я, когда разговариваю с новичками, спрашиваю, какой ты уровень планируешь на этот каталог? Мне говорят, 9%. Я говорю, окей, сколько это баллов? Не знают, сколько баллов. А хорошо, какой товарооборот должна создать твоя команда? Не знаю, а как же ты выйдешь на 9%, если ты даже не ставишь себе задачу по товарообороту? Поэтому вы четко должны знать цифры, сколько вам нужно делать. Как вы помните, в рекламе было, сколько вешать в граммах? Говорите точно. Так же и здесь. Да, вы правильно все пишете. Молодцы. То есть человек, который проявляет себя активно, пользуется продукцией и создает свою клиентскую базу, учится делать это профессионально, без продаж и без навязываний. Ребята, это просто. Вот этот личный товарооборот, 150 баллов, это элементарная вещь. Самое главное, что вам не обязательно делать это с первых дней. Если получается сразу, супер, просто вы молодцы. Если нет, ничего страшного. Вы можете этому научиться, потому что есть специальные тренинги. С удовольствием спикеры, наши директора, консультанты делятся своим опытом и своими фишками работы с клиентской базой. И если у вас есть такая цель, и нет стереотипов каких-то, которые мешают вам двигаться вперед, даже если они есть, то посмотрев несколько роликов, таких вот позитивных, вы просто забудете про свои стереотипы, потому что вы поймете, что собрать в команду свою клиентскую базу, команду клиентов, очень легко и просто. Итак, личный товарооборот разобрали. Далее, что нужно делать? Обучение, посещение семинаров, планерок и участие. Ребят, не просто войти в комнату и висеть для массовки, а действительно работать, отвечать на вопросы спикера, потому что только выкладываясь, даже если вам кажется, что вы неправильно, может быть, отвечаете, не бойтесь показаться глупыми, потому что это не тот бизнес, где над вами могут посмеяться или затоптать. Наоборот, у нас говорят, нет глупых вопросов, есть незаданные вопросы, которые остаются с вами и не дают вам развиваться. Поэтому обучение и то, что вам рекомендует ваша команда, ваши спонсоры, читать книги, смотреть, какие видео, вы просто должны находить на это время и постоянно тренировать свой мозг, чтобы он становился мощным, внутри рос стержень лидерства, чтобы вы чувствовали, прям как у вас внутри идет расширение, благодаря этому усиливается вера, энергетика, и вы будете притягивать людей, равных себе. Вы же знаете, да, что никогда вы не притянете человека, который выше вас по уровню развития мышления. Подобное притягивает подобное, это закон природы. Поэтому просто вам необходимо постоянно развиваться, работать над собой. Согласны? Поставьте плюсики. И третье правило – это приглашение. Ребята, для кого проблема приглашать людей? Напишите в чате, у кого не получается рекрутировать или находить новых партнеров. Но даже, может быть, не каждый день, хотя мы рекомендуем каждый день делать себе план, хотя бы одну регистрацию. Потому что рекрутинг – это показатель вашей работы, это показатель вашей активности. Так, Наталья Ряшина, не получается. У Татьяны тоже не получается. Такой вопрос. Сразу спрашиваю, а что вы делаете? Во-первых, сколько вы дней? Или какое время вы находитесь уже в команде? И что вы делаете для того, чтобы получать регистрацию? Вы действительно рекрутируете? Или вы пока еще проходите обучение и не настроили систему работы? Вот это очень важный вопрос, потому что новички, они, вы знаете, иногда бывает, новички мне пишут, у меня ничего не получается, и, наверное, это не мое, я, наверное, брошу. Я говорю, а сколько ты в команде уже? Я думаю, там скажут три месяца, ну, хотя бы два-три месяца, и не получается. Она говорит, я уже третий день. Я говорю, ну, классно. У меня первые две недели не было ни одной регистрации. Я училась, набиралась опыта. Ребят, вы должны понимать, что вы пришли сюда, не на работу устроились. Вы пришли в первую очередь научиться создавать свою бизнес-систему. Вы пришли сюда строить свой бизнес, который будет вам приносить остаточный пассивный доход. Понимаете? Так, обучение прошло три недели, а регистрации нет. Тогда вопрос, а сколько вы делаете действий каждый день? Сколько действий вы делаете? Люди регистрируются, но уходят. Давайте чуть позже, да, разберем эти вопросы. Итак, с чего нужно начать? Смотрите, первое задание – это понять суть бизнеса. Как работаем в нашей команде? Мы работаем с презентацией Ирины Волковой. Это, конечно, бомба. Я, знаете, сама, я бухгалтер по образованию, у меня профессия достаточно такая далекая от сетевого бизнеса. И для меня вот этот бизнес всегда был каким-то непонятным. После презентации Ирины Волковой я сама окрылилась. Я поверила в этот бизнес, я его поняла. Она таким простым языком объясняет, да, такие сложные вещи. Просто буквально вот понимаешь, за это время, час двадцать пять идет презентация, я поняла все абсолютно. Ну, какие-то нюансы, технические моменты, они потом в процессе дорабатываются, тренируются. Но суть, ребята, знаете, есть такое поверье, если человек понял суть бизнеса, он добьется успеха. Если у вас еще нет успеха, значит, вы что-то недопонимаете или не хватает веры, чтобы с верой идти к людям. Чтобы люди вас слышали, надо верить в это и гореть энтузиазмом. Я не говорю про фанатизм, что вы должны там людей с ума сводить, да, идем со мной, давай-давай, это самое лучшее, остальное все фигня. Нет, без фанатизма, но с верой и с энергией, спокойно и уверенно. И тогда люди, да, к вам придут. Далее, смотрите, нужно прочитать книгу «10 уроков на салфетках» Дон Файла. Потрясающая книга, мы ее называем «Библия сетевика». Вы знаете, я как-то разговаривала с Владимиром Полежаевым лично, и он мне задал такой вопрос, а сколько раз ты прочитала эту книгу? Я говорю, ну, три или четыре раза. Он говорит, а я 75. Вы знаете, я тогда обалдела, и, конечно же, эту книгу теперь все время перечитываю, я ее в дорогу с собой беру. Ребят, а вы прочитали эту книгу? Честно, да, каждый вот, положа руку на Библию, Арифлэйн, скажите, вы прочитали эту книгу сами? Вы ее прочувствовали? Прожили вы ее? Надо прочитать, потому что эта книга помогает понять глубину и суть бизнеса. Да, читай, Женечка, еще и еще. Вот, каждый день читайте литературу, которую вам рекомендуют. Можно читать, конечно, и детективы, и любовные романы. Ребят, но если вы хотите быстрого роста, не тратьте время на то, что вам не приносит денег, на то, что вам не приносит расширение мозга и так далее, да, и тренировки. То есть первое – это понять глубину сути бизнеса. Все записали? Далее. Вы должны, ребят, выбрать метод работы. Вы не можете охватить все и сразу. Выбирайте два метода. Два. Я рекомендую взять какой-то метод в соцсетях. Два-три максимум. И обязательно один метод, на котором вообще встроится сетевой бизнес, это идея, которая, да, ноги растут у нее еще сто лет назад, оттуда еще идет. Это работа с теплым рынком. То есть два-три метода. Потому что если вы захотите все и везде, вы просто нигде не будете успевать. Напишите в чате, какой метод взяли вы себе для работы, как направление развития. Вы понимаете, чтобы быть эффективным в каком-то методе, нужно его понимать досконально, знать все фишки. Например, вы взяли какую-то соцсеть. Вы ее должны изучить вдоль и поперек. Пересмотреть теплый рынок. Ой, пересмотреть ролики, которые выкладывают наши лидеры, партнеры компании Арифлейм. Выбрать себе, да, вот эту тактику, как вы будете действовать и делать все по инструкции. То есть делать четко, не торопиться, не смешивать, как я говорю всегда. Иногда захожу на странички к новичкам и вижу у них на страничке и о бизнесе, и про косметику, и каталог Арифлейм. Я говорю, не смешивайте. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Люди зайдут к вам на страничку, они что должны увидеть, ребят? Вы должны брендировать себя. Первый пункт, вы должны, вот прям подчеркну вам, вы должны научиться брендировать себя в интернете. Тогда у вас будет поток идти к вам уже просто с бренда. Вот честно скажу, у меня практически, ну не каждый день, но очень часто, ну там в три дня одна регистрация идет только с бренда. Просто кто-то увидел мой ролик, напал на мою страничку, фотку в ВКонтакте, там или в Инстаграме, увидели, перешли, посмотрели по ссылке. Вчера была регистрация с моей группы. Просто девочка напала на мою группу, пересмотрела там все фотки, ролики, до двух ночи, говорит, не спала вообще. Написала мне сама, что расскажите про работу в вашей команде, хочу узнать больше. Мы вчера с ней созвонились, разговаривали 20 минут и раз регистрация. Человек пришел осознанно, хочет конкретно работать. Смотрите, вы выбрали себе направление, но я рекомендую зарегистрироваться все равно везде, во всех соцсетях. Почему это необходимо? Вот смотрите, вы напишите список знакомых. В первую очередь, что вы будете делать? Вы своих знакомых, стареньких, с кем давно не общались, может быть, вы потеряли их телефоны уже, или они их поменяли. Вы их можете найти в соцсети, правильно? Начинаете просматривать. Например, ищите Машу Иванову. Открываете контакт. Поискали? Нет. Переходите в Одноклассники. Поискали? Тоже нет. В Фейсбуке поискали? Нашли. Нашли, добавили. Начали общаться, утепляться, поставили лайки на фотки, написали комплименты, напомнили, да, в личку о себе, там, Маша, привет, ты меня узнаёшь, помнишь, мы на одном горшке сидели по очереди, да, там, в садике. Всё, утеплились. Но, ребят, ваша страничка должна быть крутой. Когда Маша, она же тоже пойдёт смотреть, кто вы, вспоминать, откуда вы, да, откуда вы, чем вы занимаетесь, какой вы сейчас стали человек. И когда она зайдёт на вашу страничку, что она должна увидеть? То есть, что вы успешны, что вы можете привести к успеху, что, да, вас окружает счастье, и так далее, и так далее. Да, поэтому, смотрите, вот Михаил классно идею подкидывает. Вы делаете одну, один раз заметку, делаете автопостинг, и улетает во все соцсети. Практически, да, везде сразу один пост с этой фотографией, и вам не надо утруждаться несколько раз. На одной кнопочке всё сделали. Ребят, понятно, для чего нужно регистрироваться в разных соцсетях? Поставьте плюсики или минусы. Вот, когда вы создаёте странички, пожалуйста, первые пять дней, ну не торопитесь, вы сразу работаете. Я просто поражаюсь нашим партнёрам, новичкам. Они прям в первый день сразу дун-дун-дун, фотки накидали, там такая свалка всего подряд. Ребят, не торопитесь. Да, пока идёт модерация, вы потихонечку наполняете странички фоточками, там, записями, отвлечёнными, пока отвлечёнными от работы. Ни слова про работу, иначе, да, получите, можете получить бан, блокировку, могут совсем удалить страничку. Потому что мы гости в соцсетях, и это нужно помнить, что мы гости, мы находимся на чужой площадке, и она не создана для того, чтобы мы тут зарабатывали. И поэтому работать нужно очень деликатно и этично. Тогда у вас всё будет хорошо, странички будут жить долго и приносить вам хороший поток партнёров, вашей команды. В день создаёте максимум 2-3 странички. В Инстаграме, если вы с компьютера работаете, 5-6, делайте интервал, минимум 1 час. Да, правильно, Миша. Поэтому берегите свои странички. Это так вот образно, чтобы вы это поняли и максимально донесли до своих партнёров, чтобы они тоже не тратили своё время впустую. Далее. Пока вы проходите обучение эти 5 дней, что вы ещё должны сделать? Обязательно активируйте личный кабинет. Активируйте размещение в нём заказа. В принципе, сумма заказа не имеет значения. Самое главное, вы должны помнить, ребят, не надо устраивать склады продукции. Вы просто должны начать делать себе новое направление. То есть вы раньше ходили, куда в магазин за продукцией? Где-то у вас протоптанные дорожки есть, кто-то в рубль-бом затаривался, в магнит косметец, может быть, в какие-то более брендовые магазины. Теперь потихонечку вы тропинку меняете по направлению в интернет-магазин компании «Арифлейм». Не надо скупать всё. Берите в месяц то, что вам нужно для семьи, для себя любимого, чтобы хорошо выглядеть, вкусно пахнуть, да, и просто получать от этого удовольствие. Ваша задача – изучить продукцию на себе, попробовать её и полюбить, подобрать себе вот свой, свою портфолио, да, любимых продуктов. И самое главное, вот что нужно делать? Получили вы первый заказ, не надо прятать всё под подушку. Максимально дайте всем попробовать, своему окружению. Я, например, всё время с собой в сумочке ношу самую последнюю косметику, которую получила. То есть это новинки, это какие-то потрясающие новые трендовые такие штучки, которых, в принципе, многие люди, про которые не знают. Например, я обожаю всех удивлять нашим корректором для бровей. Кто знает, что это за фишка такая? Я просто, вы знаете, с каждым, с кем встречаюсь, я просто крашу одну бровь и даю зеркало. И уже, знаете, вопрос один только. Как это получить? Я тоже хочу такую штуку. Вы знаете, это просто фишка. Мы недавно встречались в офисе, как раз Наталья Гришина приводила своих новичков, и я им всем троим сделала брови. Это было вообще бомба. Просто, мне кажется, у девочек весь фокус спустился туда. Да, вот какая классная продукция, а еще что, а еще, то есть сразу увидели результат. Поэтому давайте пробовать. В основном люди все воспринимают все. То есть, чтобы вас восприняли максимально круто, надо задействовать все органы восприятия. Если вы просто покажете на картинку, ну да, красивая картинка, ну задействовали, да, глазки. Если вы еще и расскажете, ой, как это было круто, я накрасила там, или я нанесла крем, и у меня такая стала кожа. Да, еще один вы пунктик задействовали. А если вы еще дадите попробовать и понюхать, и человек сможет увидеть результат на себе, на своей коже, это элементарно можно дать наш крем, бочонок медового крема, тоже можно всегда с собой носить. Кстати, новички его могут получить по первому шагу стартовой программы. Берете и всем даете капельку помазать. Потому что это вообще просто фишка. Человек сразу видит эффект, как он впитывается, какая гладкая кожа, и какой потрясающий, вкусный, классный такой аромат от кожи. Он прям преследует таким своим необыкновенным, неповторимым шлейфом. Согласны? Поэтому возьмите то, что вам надо. Не надо вкладывать деньги. Вы знаете, если вы читали 10 уроков на салфетках, то вы поймете, что сетевой маркетинг – это бизнес не продаж, это бизнес организации продаж. А ваши личные продажи, ваш товарооборот, он будет случаться с вами автоматически, когда вы сами полюбите продукцию, будете об этом говорить, что я пользуюсь вот этим. К вам люди сами будут проситься, писать, звонить, потому что они будут знать, что через вас можно получить эту продукцию. Поэтому, как собрать клиентскую базу, это тоже есть такое направление. На канал YouTube, можно прямым ходом идти, и там много-много на эту тему информации. Далее, какую фишку я рекомендую использовать? Если, например, вы очень загружены, вам некогда, вы очень деловой человек, но интернет всегда с вами, создайте в личном кабинете Е-каталог. Он будет именной, он будет лично ваш. И отправьте его своим знакомым обязательно с припиской, потому что если вы просто отправите ссылку, то маловероятно, что кто-то по ней перейдет. Скорее всего, люди подумают, что вас взломали, как минимум, или просто проигнорируют, а может быть, еще добавят банов. Поэтому сначала утепление, сначала приветственные сообщения. Вы списываете, узнаете, как дела, и потом только вы пишете, например, Маша, привет, я хотела с тобой поделиться, я стала работать в интернет-магазине с компанией Арифлейм, и высылаю тебе потрясающий каталог, в котором очень много новинок, есть акции, специальные предложения. Я уверена, что что-то тебя заинтересует. Если будут какие-то вопросы по продукции, ты можешь мне их смело задавать, потому что я сейчас как раз работаю в этом направлении, изучаю продукцию и смогу тебе дать рекомендации, что для тебя лично будет самым наилучшим выбором. То есть вы даете такую рекомендацию, или вы просто пишете, Маша, я стала консультантом компании Арифлейм, выбирай, что тебе нужно, присылай мне коды. Ребят, если ваш Е-каталог попадется кому-то в руки, и человек сделает заказ, то что произойдет с этим заказом? При оформлении заказа человек указывает свою электронную почту, адрес, контактный телефон, и вам на электронную почту приходит письмо, что человек такой-то, такой-то хочет делать заказ по вашему Е-каталогу. Вы смотрите, если человек из вашего города, то все окей, вы с ним связываетесь, и договариваетесь, когда вы ему доставите продукцию, где вы встретитесь. Ну и получается подтверждение заказа, то что он не просто хулиганил, а действительно готов забрать эту продукцию. Второй вариант. Может быть, что заполнит заявку человек совершенно из другого города. Что делать в этом случае? Вы также с ним связываетесь, благодарите за то, что он выбрал вас, и предлагаете оформить дисконт, 20% скидку, и объясняете, где удобно будет человеку забирать заказы в его городе, рядом с его домом. То есть, таким образом, вы не потеряете клиента, и у вас будет в команде еще один лояльный клиент компании Reflame, который будет участвовать в создании общего товара оборота. Тут все понятно, ребят, по этому вопросу. Поставьте плюсики, мы двигаемся дальше. Далее. Про обучение. Ребят, посещайте все обучение по максимуму. Если ходить не успеваете, смотрите в записи, потому что, вот вы знаете, сегодня одна информация, например, а завтра уже может быть чуть-чуть другая, потому что интернет это такая штука, где ничего не стоит на месте. Постоянно идут какие-то изменения, дополнения. То одна программка новая выходит, то другая, то какие-то новые фишки от модераторов. Нужно знать, чтобы не попасться. И вот на планерках, на семинарах мы об этом, обо всем говорим, мы вас предупреждаем и информируем. Потому что, ребят, это такая работа, командная, когда мы не можем каждому отдельно позвонить и все рассказать. и сетевой маркетинг, он так и организован, что здесь информация должна передаваться очень быстро и энергично. Поэтому открывайте ушки, глазки, все смотрите, все слушайте, и тогда у вас будет достаточно опыта, навыков и умений. Мы рекомендуем создать свой блог информационный. Я уверена, что в каждой команде есть свой шаблончик блога и свою регистрационную форму. На гугл диске или в ори-лидере вы можете это делать. А для чего это нужно? Ребята, смотрите, тоже наблюдаю такую тенденцию, новичок только сделал свой блог и он его хочет быстрее везде распихать. Я хочу вас немножечко предостеречить. Смотрите, дело в том, что есть тоже определенная статистика. Если, например, вы даете людям просто ссылку на блог, то из 100 человек, которые посмотрят ваш блог, зарегистрируются один-два всего. Если же вы сначала с человеком общаетесь, то и да, создаете некую прелюдию, создаете доверительное отношение и по запросу, по запросу, да, вы ему даете, предлагаете, как ему удобнее получить более подробную информацию, посетить презентацию, созвониться или почитать на сайте. Если человек выбирает сайт, вы ему тогда только скидываете блог, тогда вы можете быть уверены, что он его действительно посмотрит. Вы можете по статистике смотреть. То есть вы считаете, сколько вы в день скидывали раз блог и сколько было переходов, то есть сколько людей его открыли. Вы уже будете знать, что, например, даже из тех же 10 переходят по ссылке только 5-6 человек. Остальные не пошли почему-то, хотя сами попросили. Да, у каждого своя, естественно, статистика. Далее, кто перешел на блог уже после общения, после прелюдия? Все-таки из 10 человек, которые переходят на блог, 2-3 заполняют заявку сразу. Остальные уже после общения, да, если сразу не заполнили, вы продолжаете общаться, переписываться, выяснять, что произошло, да, что человек останавливает, какие-то вопросы. И после этого еще приходят регистрации. То есть мы это называем таким словом дожималка, но в принципе это не дожималка, это продолжение общения, когда вы ищете вот, да, пунктики, которые мешают человеку принять решение. И устраняете, да, не нужно, да, и настраиваете человека так, как, да, лучше будет и для него, и, конечно же, для вас. Вот. Можно, кстати, делать вот так. Форму давать отдельно от блога. То есть если кандидат уже готов регистрироваться, то можно просто дать конкретно форму заявки, чтобы он ее заполнил. Потому что у меня был несколько раз такой опыт, я скидывала свой блог и долго-долго ждала регистрация. Оказалось потом, после общения, что вот мне девочки рассказали, ну, ты же скинула блог, а там много информации, а мне сразу не было времени ее читать. И я просто, ну, вышла, ну, решила, что я это сделаю позже, когда у меня будет время. Раз, скинула, надо прочитать. Поэтому с тех пор, если человек мне говорит конкретно, все, я готов регистрироваться, я его не отвлекаю, даю форму заявки, чтобы человек уже заполнил и уже был в нашей команде. А далее уже в процессе обучения он получит всю необходимую информацию. Вы знаете, удобно работать с блогером. Ну, это не панацея, он просто самый простенький, самый такой популярный, наверное. И почему вот мы, например, работаем, новичкам даем именно блогер, потому что он привязан к аккаунту, гугл-аккаунту. И он открывается с любого абсолютно носителя. Абсолютно с любого. Поэтому, да, из телефона можно зайти, с любого, с чужого компьютера зайти в свой гугл-аккаунт, и вы найдете все ссылки, и у вас все будет под рукой. Поэтому мы работаем в основном вот с блогером. Также мне очень нравятся обучающие сайты. Я делаю на Виксе. Там более такое-то разнообразие, интересно, он уже выглядит как прям профессиональный сайт, очень красивый. Но это уже, знаете, более профессионально, когда новичок освоится, он уже там, да, сам в обучении разберется. Но на первом этапе, когда это совсем-совсем новичок, проще всего дать шаблончик блога, на блогере научить его сделать, потому что это элементарно, буквально там, ролик идет обучающий, по-моему, 5 или 7 минут, когда зайти, что нажать, скопировать, вставить, добавить свою ссылку, и все. Да, Викс очень классный. Потом уже, когда люди переходят на более высокий уровень, конечно, они уже на Виксе сами работают, да, тоже помогаем разобраться. Но для новичка, особенно если человек вообще впервые видит, компьютер, Викс сложноватый. Поэтому мы работаем вот таким образом. Следующий этап, начинайте рекрутировать. Вот смотрите, внимательно изучайте инструкции, как рекрутировать ВКонтакте, в Одноклассниках и других. У меня, знаете, такой прикол был, работали у меня ребятки, такие классные вообще, сейчас что-то они в другую сферу куда-то ушли, не дождались результата. Вот я провожу семинар, как-то бум такой был по социальной сети, вернее, как ее даже назвать, друг вокруг, где все общаются, флиртуют и так далее. Но оттуда был хороший результат, хороший поток людей. И вот я, значит, провела семинар, как там работать, записала, и в обучение его добавила. И они говорят, о, прикольно, мы будем работать друг вокруг. Работают, работают, регистрации ноль. И как-то я, значит, провожу очередной семинар, они мне пишут, все вы врете, эта статистика не работает. Я говорю, почему? Ну, потому что мы делаем по тысячу, по тысячу сообщений в день в личку отправляем, и у нас ни одной регистрации, ни одной. Ребят, а я делала 150 рассылок, у меня была одна-две регистрации. Прошу прощения. Я им говорю, ребят, давайте созвонимся в скайпе, я посмотрю, как вы делаете. Ну, и, естественно, созвонились, смотрю, они мне показывают, как они работают. Оказывается, они посмотрели первую часть только ролика обучающего, все поняли, да, и дальше они говорят, о, ну, все, мы все поняли, закрыли мой ролик, и дальше пошли работать. А самый интересный момент, где я рассказывала, что нужно каждые три сообщения что-то менять. Они это как раз не посмотрели, и они шпарили один и тот же шаблончик без изменений. Естественно, что происходило, никто его не видел, то есть видели только три первых человека, соответственно, откликов не было. Ну, знаете, как бы это тоже опыт определенный, я говорю, просто нужно быть внимательными, ребят, и если есть инструкция, посмотрите ее от корки до корки. Знаете, как я сама учусь, для меня была загадкой все время программка инстаграм, но я уже вижу, что все там работают, у всех успехи, есть результаты, думаю, ну, надо все-таки мне в ней разобраться. Я, значит, в команде пишу, так, ребят, меня два дня не трогайте, я пошла изучать инстаграм. И вот я реально два дня билась с ним, у меня вот ничего не получалось, я потихоньку, я прям посмотрю, минутку, даже меньше, хоп, останавливаю, и у себя на телефоне ищу, где эта кнопочка, где они это нашли, как они это делают, да, вот те, кто ролики записал. За два дня я стала профессионалом инстаграма, ребят, сейчас любого научу, потому что просто я в это углубилась и делала все по инструкции. Делайте, вам же нужно, вы же хотите научиться, чтобы у вас был поток регистрации, мне кто-то писал, что обучение прошли, регистрации нет. Далее, что, ребят, нужно делать, да, не провоцируйте блокировку страничек, выполняйте норму, не надо делать передозировку, лучше пусть у вас будет больше аккаунтов, больше инструментов и делайте с них поменьше действий. Да, меньше действий, но зато аккаунты будут долго жить, они никуда не денутся. Вот, поэтому, кто вот писал, что не получается регистрации, напишите, ребят, а сколько вы делаете действий, например, если вы работаете там в контакте, что вы там делаете и сколько конкретно действий, например, у меня контакт, любимое направление, у меня там 10 страничек, в день я работаю с 5, добавляю на каждую по 20-25 друзей, поздравляю с днем рождения 20 человек, ставлю лайки, да, и размещаю объявления в группах о работе, где можно размещать. Что делаете вы? То есть нужно провести четкий анализ, а достаточно ли вы делаете действий. Потому что создать инструменты – это одно, а второе, что вы должны, да, как минимум, два часа в день вы должны тратить на рекрутинг, на размещение рекламы, на добавление в друзья. При этом ваши странички должны быть прокаченные, они должны быть классные, крутые, интересные. если вы по бренду смотрели видео, 30 на 30 на 30, то есть 30% – это о себе, 30% – мои хобби, увлечения, там и так далее, и так далее, где я бываю, путешествия, и 30% – о бизнесе, о работе, о мероприятиях, о достижениях, хвалилке, соблюдаете ли вы этот баланс? Это тоже очень важно, потому что у некоторых на страничках только все про бизнес, только бизнес. А кто вы? Что вы за человек? Как, да, где вы за этим, за всем? Знаете, гульчатай проще рассмотреть под ее паранжой, чем вас. Где вы? Покажите себя, сделайте классные фотки, выкладывайте 2, 3, 4 поста в день, чтобы, да, ваши друзья видели, что у вас активный образ жизни, бизнес с цитатами, не надо заваливать свою ленту бизнес с цитатами. Это, да, как бы, это очень хорошо, но создайте отдельный дневник успеха, или еще как-то его назовите, пусть там будет, кому интересно, посмотрят. Брендируйте себя, ребят, люди пойдут на вас, они не пойдут в Арифлейм, они пойдут на вас, на успех, и на ощущение, что вы приведете к успеху. Пока у вас нет результата, очень часто новички задают такие вопросы, а что мне делать, у меня, я же не директор, я же не была на банкете, у меня же нет фоток с чеками, да, нет, и что, и мы начинали без фоток с чеками, но у вас же есть спонсоры, у которых есть фотки с чеками, как знаете в сказке про репку, детка за репку, бабка за детку, там, жучка за бабку, и так далее, и так далее, то есть вы должны брать от спонсоров все, что у них есть, их фотографии, их чеки, их достижения, учитесь у спонсоров, как наполнять странички свои правильно, наберите у них этот материал, и ставьте себе на странички. Далее, что мы еще делаем, ребят? Начинаем рекрутировать, активно создаем поток людей. Если у вас возникают какие-то вопросы, используйте поисковые системы. Вы знаете, очень часто новички, да, вот со страху забывают, что есть Google, Яндекс, канал YouTube, что можно просто, да, сесть, написать запрос в поисковую, вот эту вот графу, и вам поисковик выдаст ответ, на ваш самый, самый, самый ужасный вопрос, потому что, ребят, все выкладываем, вообще все записываем, выкладываем в интернет, и вы на любой свой вопрос можете найти несколько вариантов ответов, вернее, несколько людей поделятся, да, как на этот вопрос ответить. Используйте поисковые системы, например, да, я не понимала, что такое хэштеги, оказывайте, даже просто можно зайти на сайт, где уже есть написанные хэштеги, просто их скопировать и отправить, тоже это, оказывается, есть, очень удобно и просто, есть ролики, как правильно составлять хэштеги, например, да, на канале YouTube, заходите, смотрите, далее, что еще тут у нас интересно, как налаживать поток людей в команду, тоже, я всегда всем своим говорю, личный план должен стоять одна регистрация в день, потому что, если вы этого не делаете, то значит, вы не работаете, просто если делать все правильно по инструкции и потратить на это два часа, вы по-любому получите одну регистрацию, ребят, кто со мной согласен, поставьте плюсики, просто это гарантированно, вы не сможете по-другому, он идет поток, если вы раскачали маховик, у вас просто идет поток людей, далее, вы должны своих людей учить делать то же самое, очень зачастую, да, такая ошибка распространенная, есть, вот, кто, Леночка Шейн написала, что люди есть, регистрация есть, но они дальше не идут, очень важный момент, это сопровождение новичков, вы знаете, кто-то решил, что раз мы в интернете работаем, значит, не обязательно общаться, я даже совершила такую ошибку, я тоже перестала общаться, мы писали, скидывали смс, мы писали на электронку, и мы думали, что люди все читают, и они станут такими умными, и сами все поймут, нифига, ничего подобного, надо с каждым человеком разговаривать, у каждого человека есть такой пограничный период, когда вот он зарегистрировался, вы его окрылили, и он такой на позитиве, да, поворачивается от компьютера, и своей семье заявляет, что вау, мы теперь будем богатыми, я зарегистрировалась в Арифлейм, и самое слабенькое, что они могут сделать, да, самое простое, это просто покрутить у виска, или сказать, ну, давай, давай, посмотрим, это в лучшем случае, что в основном зачастую делают близкие, они боятся, что вы врюхались в какую-то ерунду, да, вы, ваши новички, что вас обманут, оберут до нитки, отнимут все, и вы останетесь жить на улице, как бомжи, вот этот страх, он действительно есть, потому что, есть такие компании, финансовые пирамиды, которые зачастую путают с МЛМ, люди просто по своей неграмотности, они всех гребут под одну лопату, и они боятся, просто реально боятся, что вот ваш новичок попадет куда-то, да, не в хорошую ситуацию, и просто хотят оберечь, ребят, об этом надо говорить, нужно новичка сопровождать, особенно первые дни, очень деликатно, быть все время рядом, каждый день с ним созваниваться, разговаривать, утепляться, сдруживаться, вводить в команду, поддерживать, помогать, задавать ему каждый день вопросы, что ты сегодня посмотрела, давай разберем, как ты это поняла, покажи страничку, что-то там наполнено, порекомендовать, все время, знаете, подхваливать, все время поддерживать, говорить, какая ты молодец, слушай, ты еще это не проходила, а сама уже сообразила, как сделать, слушай, умничка, ребят, это просто необходимо, чтобы новичок стал партнером, чтобы он стал ключиком, он должен, да, поверить в то, что его здесь не обманут, он должен, да, поверить вам, а не родственникам, которые не знают об этом ничего, предупредите, да, как говорится, предупрежден, значит вооружен, далее, учитесь работать, в каком направлении, вот если вы сами умеете рекрутировать, вы понимаете, как сделать одну регистрацию, две в день, сядьте со своими партнерами, и по скайпу посмотрите, как они рекрутируют, вы знаете, это занимает от 30 минут до часу, то есть проверить странички по скайпу, посмотреть, что он делает, как он делает, с какой скоростью, умеет ли он использовать горячие клавиши, которые ускоряют работу примерно в три раза, то есть вы все это увидите, как он быстро ориентируется, где у него шаблончики, как он находит нужную информацию быстро, то есть вы поймете, во-первых, уровень погруженности человека, действительно ли он разбирается, или ему нужно еще поднатаскаться, еще больше оказывать помощи, и просто ему подсказывать направление, делай вот так, а попробуй вот так, правда легче? Вот, вы знаете, я это часто практикую, после таких вот встреч, созвонов с новичком, сразу вообще идет по-другому работа у новичка, поэтому не бойтесь тратить на это время, вам нужно не просто регистрировать людей, создавать поток, а вам нужно воспитывать себе команду мощную, ключевую, согласны? Потому что если просто записать тысячу человек, которые будут просто висеть в распечатке, толку от этого не будет никакого абсолютно, а вот если вы их научите, поможете разобраться, они действительно станут партнерами и благодарными партнерами, которые будут повторять ваши действия, они будут также учить своих новичков, будет идти дубликация. Ну и мой любимый слайд, пригласите знакомых в дело. Ребят, кто работает со списком знакомых, признавайтесь, поставьте пятерки себе такие жирные в чат, потому что вот именно с этого начинается бизнес, когда вы проходите семинар, как правильно пригласить знакомого в бизнес. правильно, это значит, да, чтобы он, чтобы не вы ему рассказали о работе, и чтобы вы ему ни слова не говорили про Арифлейм, а вы его просто обязаны спросить, нужны ли ему деньги, и соединить его со своим вышестоящим спонсором. К вам никогда не пойдет ваш теплый рынок, если вы делаете не по технологии. Если вы будете делать все по технологиям, то у вас теплый рынок пойдет к вам бегом. У меня, кстати, на канале YouTube есть ролик, мы записывали с Михаилом, вместе с Мишей, с мужем. Можете его посмотреть, мы там подробно разбираем психологию, почему люди, почему знакомые не идут, и как с ними разговаривать так, чтобы они пошли. Посмотрите, посмотрите других спикеров, очень много тоже есть хорошей информации. Вот у нас здесь в комнате присутствует Наталья Гришина, она буквально не так давно у нас в команде. Наташа, расскажи, пожалуйста, какой у тебя результат. 12 числа будет месяц, как она в команде. Сейчас уже, по-моему, более 20 регистраций, и все из теплого рынка. Все, абсолютно. Она пока в интернете рекламу не размещает, она только прорабатывает теплый рынок. Хотите, да, пообщайте, задайте вопросы. Все делает четко по технологии. То есть утеплилась, задала вопрос, что нужно, да, интересен ли человеку дополнительный доход, нужны ли деньги. Если человек говорит, да, она говорит, окей, слушай, моя знакомая, она сейчас расширяется, набирает людей, она тебе сама позвонит, она очень занятая, она сама позвонит и объяснит тебе, что нужно делать. Если ты ей подойдешь, то, может быть, возьмет. Все, жди звонка, пока-пока. Ребята, вот это вот, по времени это немного занимает, но переход обалденный. Конечно, не все регистрируются. Не все. Я звоню всем по телефону, разговариваю, общаемся. Не все регистрируются, но 20 человек примерно уже есть в команде. Поэтому, да, смотрите, как, и при том, что уже многие разместили заказы, многие проходят обучение, то есть настрой у всех очень-очень позитивный. И самое главное, что это не те люди, которые, вот как из соцсетей, да, там, занесут в черный список, удалят, перекроются. Это действительно теплые люди, очень теплые. Меня этому методу научил мой спонсор Валентин Туровский, за что ему большое спасибо. Валентин, рада тебя видеть сейчас на семинаре. Я считаю, что это лучшая идея человечества, когда, да, мы просто, мы все равно знакомым, все рекомендуем, мы всегда с ними общаемся, все, что нам нравится. Мы с ними делимся. Так, если вам этот бизнес нравится, поделитесь, ну, сделайте это правильно. Потому что если вы сами начнете рассказывать, то они вас просто не услышат, к сожалению. Да, Наталья из Саратова, в основном ее вся команда из Саратова. Это очень круто. Так, у меня что-то слайд не леснулся. Уже говорит, хватит, хватит проводить семинар. Ребят, я уже заканчиваю. Что я вам рекомендую? Изучить маркетинг-план. Его нужно знать. Да, вообще, ну, просто вы должны понимать направление своего бизнеса, как вы его будете вести. Только зная маркетинг-план, вы можете ставить цели и задачи по расширению, по росту своей команды, по приросту товара, оборота. Вы можете планировать поездки, конференции и так далее. Если вы не знаете маркетинг-план, то как вы сможете построить свой бизнес? Поэтому изучите его от корки до корки, чтобы, знаете, от зубов отлетал, чтобы вы знали, на каком уровне сколько доход, примерно, как его рассчитать. Это все элементарно, но надо сесть и поучиться. Ведь люди же учатся по 5-6 лет на какую-то профессию и не жужжат, да, ходят в вуз, еще и деньги за это платят. И все нормально, читают талмуты, там, книг и всяких-всяких специальных, специальной литературы. Здесь одна простая книга – «План успеха». И я знаю даже многих директоров, которые ее еще не прочитали. Я просто поражаюсь, как? Как вы не знаете, да, вот эту книгу? Это основа нашего бизнеса. Даже все, не буду ничего говорить. Читайте. Я вам рекомендую ежедневно общаться со спонсорами. Не ждите, когда они вам позвонят. У ваших спонсоров огромная команда, много дел, ответственности, идеи. Они создают новые тренинги, они прорабатывают кучу материалов, чтобы быть полезными и эффективными для команды. И если вам нужно, достаньте своего спонсора, потому что спонсор достается тому, кто его достает. Сбежал – идите к вышестоящему. Найдите того, который не сбежит. И будет у вас счастье. Я знаете, как доставала своего спонсора? Я ему бывало даже в 5 утра звонила. И ночью. Мне кажется, я его с ума сводила просто. Но благодаря вот этой моей настырности, любознательности, мне надо было все освоить быстро и качественно. За 4 месяца я открыла квалификацию директор. Даже не месяца, а за 4 каталога. Это были лучшие дни. Да, сейчас мы вообще редко-редко общаемся, потому что я сама все знаю. Так что доставайте спонсора, он будет рад, если это действительно настоящий спонсор. Я думаю, что он не сбежит. Живите полной жизнью. Соберите себе, ребят, команду мощную, дружную, с которой вы будете с удовольствием встречаться на конференциях, на мероприятиях. Вы будете с удовольствием разговаривать с ними, созваниваться, рады их приезду. Вы знаете, у нас сейчас встреча будет. К нам в Саратов случайно, ну как, случайно по работе, мимо проплывая на корабле с дальнего севера, приплыл один из наших партнеров. И мы сегодня с ним будем встречаться. Он просто, да, как бы хочет пообщаться, увидеться со своими директорами. Я сейчас заканчиваю семинар, и мы бежим на встречу. Поэтому, ребят, успехов всем, мощного карьерного роста, становитесь профессионалами. Знаете, как круто, да, быть профи, а не просто, там, бе-ме, там. Знаете, как говорят, мямлики не правят миром. Мямлики всегда сидят, ну, сказать, мейки запасных. И вы выбираете сами. Вы на корабле или на берегу Маши теплоточком. Сделайте свой выбор и действуйте. Действуйте каждый день, не ленитесь. Это же ваш бизнес. Это ваш успех. Это ваше будущее вас, вашей семьи, ваших детей. Спасибо вам всех, всем за внимание. Да, шустрики съедают мябликов. Будьте шустриками. Все, до встречи, ребят. Спасибо, что пришли. Сейчас поставлю вам какой-нибудь ролик мотивационный. И приходите. Буду приглашать, если понравилось, приходите к нам на семинары. Спасибо.